Ребят, а видели ли вы когда-нибудь колонки, которые с расстояния одного метра могут оказывать звуковое давление 94 децибела при подключении всего лишь 0,07 ватт? Не 7 ватт, не даже не 0,7 ватт, а 0,07 ватт. Видели? Сейчас увидите. Всем привет! С вами Денис и вы на канале SoundProLab. Как вы уже поняли, речь сегодня не про обычные акустические системы. Вот она, так сказать, концентрация хайм-технологии. То есть это что-то большое, огромное и очень интересное. Сегодня у нас авангард Акустик ДУХД от немецкого производителя. То, что это так называемый хайм-технологии, и она не дешевая, можно сразу увидеть. Да вы и сразу это сами видите. Вы можете увидеть, это огромная акустика с огромным лопухом на среднечастотное звено. Высокочастотные чуть пониже, да и рупор поменьше. Но в целом выглядят они экстравагантно, очень интересно. И очень, кстати, по-модному сейчас же все любят лофты. Вот в лофт этой акустикой идеально внешне зайдет. Но вообще она выглядеть может совершенно по-разному. То есть основные элементы-то будут те же. Но вот эти вот рупоры могут быть совершенно в разных цветовых решениях. На сайте в каталоге компании очевидно, что эти колонки не просто так стоят на складе. Они индивидуально изготавливаются под заказчика. Так вот, и на момент заказа вы можете выбрать огромное количество цветов из каталога компании. Но если вас не устраивает даже тот большой выбор, вы можете заказать вообще любой цвет. Чуть-чуть может быть увеличится срок производства, но хоть серо-буро-малиновое, все на ваш вкус. И вот эти серенькие ламели на самом корпусе, колонке тоже можно подбирать по цвету. И тоже индивидуально заказывать. То есть исполнение может быть абсолютно любым. Ну вот он, хай-энд. Заканчивая про внешность, вы видите там алюминиевый каркас, на котором собственно большой рупор расположен. А сами колонки нелегкие, там больше 75 килограмма каждая весит. То есть это такая серьезная взрослая акустика, которая встанет в большие помещения. То есть минимум 30 квадратов нужно для того, чтобы они не то что раскрылись, а не задохнулись в корпус. То есть в комнате. То есть если у вас большие помещения, то вот это вот как раз вариант. И об этом кстати и говорит собственно сам рупор. Давайте немножко по техническим характеристикам. В целом акустика крайне интересно сделана. Вот я кстати очень люблю акустические системы, которые предлагают свои интересные решения, которые в общем-то можно увидеть только у них. Это полуактивная акустика. То есть верхняя часть у нас пассивная. 67 сантиметровый рупор это вот среднее частотное звено. И оно вместе с низкочастотным, вы сами можете увидеть, рупор поменьше, оно напрямую подключается к усилителю. И на самом деле усилитель может быть абсолютно любой. Логично предположить, что вы его подключите к какому-нибудь ламповому усилителю, потому что это будет и красиво, и хорошо совмещаться. Но вам не нужны мощные. Вот у нас они зачем-то подключены к моноблокам Manly 250 ваттным. Они там честно говоря даром не нужны. Можно даже однотактник на 8 ватт подключить, и этого будет достаточно, потому что авангард акустик умеет работать с рупорами, как может быть никто другой. Они оказывают огромное звуковое давление, независимо от мощности усилителя. Потому что тут рупор, потому что здесь правильно сконструированные средние и высокие частоты. А главное, низ здесь активный. Здесь два усилителя по 500 ватт. Тут, по сути, здесь встроенные сабвуферы. Два сабвуфера, которые имеют огромное количество настроек. Вы их можете настраивать, и вы можете даже производителю скинуть параметры вашего помещения. И они вам пришлют настройки для этих сабвуферов. И это, кстати, кардинально меняет картину в плане звучания. Либо вы можете сами это настраивать. Там встроенный DSP-процессор, там блок усиления в классе D, там большие буферы из бумажного волокнистого материала. Ну, в общем-то, некого композита. И это всё очень серьёзно прокачивает любое помещение. На самом деле, 30 квадратов они заявляют как минимальное. Но, если честно, квадратов 60 нужно минимум для того, чтобы эта акустика раскрылась. И в этом плане это, наверное, идеальный вариант гибрида. И идеальный вариант усиления вот такой вот акустики. Потому что наверх вы можете выбрать всё, что угодно, всё, что вам нравится. И любители, кстати, гибридных схем усиления, где у них на верхней и средней частоты выступает лампа, а на низкие частоты усилители в D-классе, останутся тут точно довольны. Потому что здесь очень хорошо проработаны усиления по басу. Тут DSP-процессор. Здесь можно настроить идеальное сочетание верхней, середины и низа. И при этом это будет работать настолько вовлечённо, настолько вместе, синхронно, что вы вообще забудете о том, что это работает в данный момент. Вы будете просто погружены в музыку. На самом-то деле это так. Сам проверял. И за счёт такой концепции акустической системы, то есть полуактивной концепции, этими колонками очень тяжело разочароваться. Разочаровывать в них может два обстоятельства. У вас нет на них средств и нет помещения, куда их поставить. А в остальном всё как раз наоборот. Эти колонки будут звучать хорошо, если вы проделаете грамотную домашнюю работу. Либо вы, либо какой-нибудь специалист. О чём я говорю? Эти колонки на самом деле звучат крайне проникновенно. Огромный рупор, огромный акцент на середине делает образы абсолютно живыми, естественными. То есть это вот тот редкий случай, когда я действительно словил по-настоящему эффект присутствия. Независимо от жанра. Понятно, что вот тут нет какой-то принципиальной жанровости. Они могут играть красиво. Они могут играть симфоническую музыку. Самую тяжёлую музыку. Они могут играть лёгкую. Они могут работать с джазом, с блюзом и так далее. И рок-музыка. Ну, то есть нет тут каких-то жанровых принадлежностей. Потому что очень много настроек. Вы можете настроить низкочастотную отдачу ровно под ваше помещение. Ровно то, как вам нравится. Вот эта образность, вот эта естественность звучания, она действительно поражает. Эта акустика настолько вовлечённо звучит, ну, что ты понимаешь, за что здесь просят. В общем-то, немаленькие деньги. Но самое главное, мне вот понравилось именно то, как она сконструирована, как она работает. Это тот самый вариант хаэнда акустики, который ты понимаешь, для чего вообще нужно было это городить и изобретать. И в чём тут была идея? Идея была понятная и реализована она идеально. Поэтому авангард акустик поставили на меня буквально очень глубокое положительное впечатление. И поэтому пока они в России есть, вот в одном варианте вы можете к нам прийти и их послушать. Как с хорошим источником аналоговым, так и с цифровым мы ждём вас в самом пролад. Но это вот такое отвлечение, а про сами колонки я могу только сказать, что это действительно уникальный случай, когда в них всё хорошо, если сложились обстоятельства. А на этом у меня всё. Я здесь посвятил больше эмоциональной оценке, чем технической, потому что долго копаться здесь, в технических, там можно лекцию целую прочитать, а смысла в этом мало. Главное то, что результат здесь действительно удивительный. И если у вас всё равно остались комментарии, вы их пишите, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. С вами был Денис, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова